Дорожные транспортные происшества Отмечено, что такое ДТП, как назван пешеходов, в течение 10 месяцев, в 2017 году, стало основным. 3-4 ДТП, ВСР-4. Вдруг, в основном, скажем так, все ДТП стали по вине пешеходов. От заместителя министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области поступило в администрацию обращение по вопросу организации дополнительного остановочного пункта возле ФОКа в микрорайоне Завета Ильича. Однако там есть еще и ряд других проблем. Застройщик не выполнил все технические условия. Возле физкультурно-оздоровительного комплекса не обустроены переходно-скоростные полосы. Таким образом, заезд к ФОКу является небезопасным. В целях решения сложившейся ситуации предлагается в протоколе указать, чтобы было обращение в управление строительства и архитектуры о том, чтобы заставить застройщика выполнить свои технические условия. Только вот есть один нюанс. Самого застройщика уже давно нет в Пушкинском районе. А тыкрова на конкурс на строительство, подрядная организация, чьи обязанности входило в создание итернативной полосы и присоединение. На сегодняшний день у нас ФОК построен, а организация уже не существует. Ну, тут вопрос возникает при тех технических условиях, которые выдал МОС «Атудор». Даже если обустроить автобусных остановок, сейчас, на данный момент, невозможно без нормального присоединения спортивного комплекса к уличной дорожной сети. То есть, вопрос сначала надо обустроить нормальное присоединение к уличной дорожной сети с переходной скоростной полосой и потом смотреть, куда остановки сажать. Чтобы решить вопрос, необходимо либо получить новые технические условия, либо пересмотреть и продлить старые. Также нужно сделать проект по обустройству переходных скоростных полос. Только после этого можно рассматривать вопрос об установке дополнительной автобусной остановки. На заседании рассмотрели обращения жителей поселения Тарасовской об устройстве искусственных неровностей на улице Центральная. Многие жители едут именно за рынком, за Тарасовским, да, и по этой улочке приезжают к забору, оставляют машины и идут туда, значит, пешком. И вот на этой улочке теперь получилось, ну, в общем, такое, ну, кто-то летит и чуть ребенка недавно не сбили. Этот вопрос было решено проработать и включить его в плановые мероприятия на следующий год. От жителей поселения Правдинский поступило обращение с просьбой установить дорожные знаки. Движение запрещено на улице 2-я Новопролетарская. Много обращения на улице, которая у нас расположена параллельно нашему переезду, и весь транспорт, который идет на переезд, когда он спорка объезжает по этим всем улицам. Улица очень узкая, и есть опасность, что дети гуляют. Сначала на заседании был озвучен вариант одностороннего движения на 2-й Новопролетарской улице в Правдинском. Однако целесообразнее, по мнению комиссии, установить там запрещающие знаки. К такому решению и пришли. Евгений Коломис, Владимир Парфенов, Александр Девкин, Пушкинское телевидение.